Всем привет! 13 градусов тепла, время около 5 вечера, но несмотря на эти самые 13 градусов, по ощущениям довольно, скажем так, свежо, потому что, сами понимаете, влажность и все дела. В общем, разная температура воздуха в разных частях света, по-разному ощущается, мы уже об этом говорили. И сегодня я снимаю видео, ну, как видеоблог, можно сказать, не магазинный, а, короче говоря, мне нужно кое-что купить. А что именно, я вам сейчас расскажу. Вот видите, я иду по улице, обсаженной платанами. С них, ну, не совсем, конечно, но весьма сильно опадают листья, они такие в засохшем виде уже опадают, в таком же виде и на деревьях держатся. Ну, вот такова здешняя зима. Если холодов будет побольше, например, здесь с утра, около 9 утра, где-то, ну, в районе 4 градусов. Бывает плюс-минус, ну, в общем, не тепло, скажем так. Вот, и, как известно, листья опадают с деревьев тем интенсивнее, чем холоднее температура воздуха. Ну, вот, такая вот ерундовина, может целую зиму находиться, хотя к концу зимы они, в принципе, более-менее попадаются, в смысле листья, а не деревья, для того, чтобы освободить дорогу, как говорится, следующему зеленому поколению. Вот, я практически дошла до места, я не знаю, там открыто или нет. Вот, я хочу купить прополис. Чтобы это не выглядело как реклама, вы можете ознакомиться сами, если еще не в курсе, что такое прополис, чем он и кому он помогает. Вот, ну, я пользовалась этим средством, натуральное, производное пчел, поэтому, в общем, рекомендую от себя лично, а там уж дело ваше. И я хочу попробовать его не только для себя, но и для Феникса. Вот, я вам показываю пейзажи окружающие. Это сосны. Я прошла мимо бара, там джентльмены в подпитии стояли, может, им не нравилось бы, если вдруг случайно старалась камеру в сторону убрать, ну, мало ли, на них направиться. Вот, они, как говорится, будут не рады. Ёлки-палки. Закрыто, что ли? Ой, хотела зайти сюда, но пошла поздно, до двух в субботу. Здесь продаются эфирные масла, ну, и диетические продукты, и растительные, в общем, разные. Вот, смотрите, какой балкончик над ними, живописный с цветами. Вот этот я имею в виду, там они цветут у них недурно. Это летно, даже окно, видите, как вот это вот такое же окно, как вот это зарешоченное, полностью цветочная горшка. И вот о чем я говорила, видите, там Санта-Клаус, вот тот красненький якобы, карабкается. Ой, сейчас, подождите, я увеличу. Вот. Им на окошко хочет принести подарок, очень хочет. Ухлопываю цветочки поближе. Короче, закрыто, попробую в аптеке спросить. Всем привет! Я вот вам не показывала, ну, как бы сказать, показывать-то показывала, но особо на этом он акцент не делала. Посмотрите, некий такой кусочек джунглей, вот здесь между домами. Это дорогие дома, я уже о них говорила. Ну, вот такой, как бы сказать, палисадник, что ли, между ними представляет, вот тут видите, драцена, веерная пальма. Представляет такое подобие джунглей. Наверное, специально так высажено, видите. Вот так это все простирается. Возможно, сейчас освещение не очень, так сказать, выгодно это вырисовывает, но все-таки. Видите, как все загадочно смотрится. Оригинально, в общем. Ну, оно, конечно, я вышла поздновато, но все-таки купила я экстракт прополиса в такой таблетированной форме. Выпивать нужно, там, три раза в день со стаканчиком воды. Ну, попробую я дать его не только себе в качестве, ну, как говорится, оздоравливающего эффекта в общем и целом, но и фениксу. Птичка наша еще болеет. Посмотрим, как на него это подействует. Вот, как известно, пчелы большие, мастера по участию лекарственных средств. Ну, начинает зажигаться вечернее освещение, как видите. Вот гостиницы, гостиница Хилтон, там дальше другие. Торговый центр Диагональмар, гостиница Принцесса, он введенеется над торговым центром. И схожу-ка я сейчас к морю. Посмотрим, как там волны перекатываются, как говорится. Вот эти дома тоже уже зажигают, как говорится, жильцы своей освещения в квартирах. И офисные здания. Эти некоторые офисы еще работают. В субботу обычно здесь учреждения уже не работают. Ну, учреждения учреждению рознь, кое-какие, в принципе, работать могут. Вот, есть люди, которые работают в субботу. Есть у кого уже в пятницу укороченный день. В общем, все зависит от конкретной организации. Ну, вот, как говорится, видно, что уже темнеет, зажигается свет. Идем дальше. Ну, вот вам, пожалуйста, море. Меня спрашивали неоднократно, и я уже неоднократно отвечала, купается ли здесь кто-нибудь зимой. Все зависит от человека. Это может быть как местный, так и турист. Люди, которые купаются исключительно в летний период, более-менее летний период, то это также есть как среди туристов, так и среди местных жителей. Ой, что-то расплывается. Смотрите, в закатном солнце. Даже, можно сказать, в закатных облаках. Зажигающиеся огни, корабли, гостиницы. Да, был ее Барселона, вот этот парус. Порт. Люди, которые тут вблизи меня стоят. Манджуик. Здание. Вот эти лесотные, это то, что вы сейчас видите, это офис страховой компании. Вот эта многоэтажная вот эта высотка. Позади нее гостиница Артс. Гостиница Люкс, пятизвездочная. Ну, вот опять вам закат. На фоне заката городские. Ну, вроде камера неплохая на телефоне. Наверное, достаточно передает цвета. Видите, стены домов окрасились розовым от вот этих закатных облаков. Такая немного сюрреалистическая картина. Городские кварталы, а также море в цвете закатных облаков. Да, и какова сейчас Луна? Ух ты, на Луну фокус не наводится. Ну вот, половинка. Молодой месяц. Одна из елок. Это офисные... Можно сказать, офисное здание готовится к Рождеству. Точнее говоря, украсывается к Рождеству. Сейчас по пути еще что-то увижу. Наверное, в гостинице тоже будет. Мимо гостиницы буду идти. Вам покажу. Интересно, гостиница Хилтон что-то не украсилась. Вот просто в домах, как люди вывесили свои лампочки. Но мы еще не украшались. Мы украшаемся как раз в районе их Рождества. Чтобы вот было ориентировочно на Новый год и на наше Рождество. Старый Новый год у нас украшено. Но они уже к тому времени все поснимают. Поэтому мы украшаемся по-нашему. Ну, украсились. Молодцы. И даже аптека украсилась. А вот что-то гостиницы нет. Я сейчас посмотрю. Тут мне еще что нужно и пойду домой. Как у тебя дела? Как делишки? Кто-то пришел? Весь завернется. Весь завернется.